всем привет всем привет продолжаем сегодня тему про про пивной концентрат который мы ставили 23 февраля сегодня у нас какое число 4 марта ну вот уже пора мерить какая плотность в пиве у нас осталось сливать с осадка сливать с осадка все обеззараживать перед тем как сливать с осадкой пивную трубку шланг с сифоном потом есть два способа чтобы поставить пиво на карбонизацию первый это насыпать декстрозу в бродильную емкость из расчета 7 грамм на литр слить туда это пиво два часа выждать и разливать по бутылкам второй способ чтобы не ждать два часа надо взять пол литра воды декстрозу опять же 7 грамм на литр воду налить в кастрюлю закипятить ее засыпать туда декстрозу еще раз закипятить резко остудить можно не резко кто как хочет и влить в пиво это мы сейчас это мы сейчас и будем показывать а потом сразу можно по сути размешать и разливать пиво по бутылкам но пока один будет заниматься одним другой будет мыть бутылки на вон той штуке все поехали я пошла мыть бутылки все наливаем главные фракции наливаем берем бутылочку делаем так вот и ставим на елочку чтобы она стекла дубль дыку и так 32 бутылочки дубль дыку и так дубль дубль дыку и так как бутылки все промыты еще одна бутылка оставляем пластиковую и не нужно мыть она совершенно новенькая по ней будем определять степень карбонизации то есть надует она не надуется посмотрим ну все теперь вытираем открываем бродильную емкость рефрактометром меряем плотность остатнюю то есть на начальная плотность у нас было 15 процентов сейчас посмотрим сколько стало 6 а какой у тебя рефрактометр рефрактометр по сахару от 0 до 32 процентов так считаем есть такая штука называется пивной калькулятор бривен калькулятором называется плей маркет так было 15 стала 6 алкоголя 49 вообще нормально больше нам и не нужно так теперь надо помыть все вот эти причиндалы трубку внутри можно здесь снаружи и сифон все это помыть и вторую бродильную емкость тоже помыть головами тем временем сейчас нальем сюда кастрюлю воду вот в кастрюлю наливаем воду это у нас получится еще пол литра пиво что очень приятно и включаем ее до закипания воды вода закипит добавим туда декстрозу и в принципе все остудим ее поехали короче так вода уже закипела высыпаем и перемешиваю она сейчас немножко растворится и 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 закипело включаем все это у нас тоже на стол теперь здесь уже точно на 100 процентов так слили и оставляем здесь немножко просох пивные бутылки я мою в посудомойке так вот их поставил точно так же как и банки для стерилизации очень удобно таблеточку положил на кнопочку нажал большое спасибо муж за посудомаячка набираем в раковину холодной воды и не будем остужать сейчас берется чуть-чуть хватит емкость фактически уже высохла на пол а а Субтитры подогнал «Симон» 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 Тоже из бельгийского Там на бутылках написано Когда мы его разливали Вот и посмотрим И попробуем Как бы в кадре Но здесь их два Два, да И это последние бутылки 20-е, 02-е, 20-е, 02-е Кстати, тоже февраль, только 20-го года Вот прошел А, крошечку Прошел год, то есть вот это Аббатский эль, Абдич Оно называется Очень классное пиво, мне оно Прям очень понравилось, это осталось последняя бутылка Это совсем темная и горькая Да, а вот это Тарвибер, или Тарвейбер Я не знаю, как правильно читается Это последняя бутылка Которую наливали для проверки Карбонизации Ну и вот этого пива у меня осталось по бутылке всего Ну ему год Сейчас мы попробуем То есть бутылка вот эта плотная Потрогай, плотная, да Мы сейчас попробуем Тарвибер А потом попробуем Абдич Смотрите Тарвибер это пшеничка А Абдич это Аббатский эль Я буду наливать неправильно Все, все, все Я люблю, когда пена В пиве В пене нет, мне не очень нравится Ну и надо сказать, что вот это пиво созрело Тарвибер Смотри на свет Оно созрело где-то через 3 месяца После того, как мы его Закарбонизировали Красивое, смотрите О, смотри-ка, сколько газиков Да Даже не знаю, как его показать на камеру Мягкое такое Приятное С горчинкой Да, с горчинкой Я вообще люблю горькое пиво А она любит полусладкое пиво Ну не полусладкое Но с маленькой горчинкой Ну, на вкус и цвет фломастеры разные Как говорится А теперь надо это еще открыть Второе дать Другие бакульчики дать Ну зачем? Мы его не будем открывать Это последняя бутылка осталась Я показал, похвастался Очень вкусное пиво Не хочу его открывать Как-нибудь после бани его выпью Мы сейчас вот это выпьем То я попробовал А то я, кстати, не пробовал По сути, мы все рассказали Все лайфхаки рассказали Оно прям с такой горчинкой Да Как я люблю Как ты любишь Но не как я Мне вот это больше Ну и горечь на самом деле Зависит от хмеля То есть когда вы потом Придете к солодовым напиткам То есть уже не будете делать На экстрактах и концентратах А будете варить свое пиво Там вы сам себе режиссер Можете задавать любой хмель С любой горечью С любой плотностью Ну и С разными вкусами Естественно То есть можно добавить И цедру апельсина И цедру лимона Можно, да Но можно делать просто И солода И пиво получится вкусным Тут у меня многие спрашивали Про бочковое пиво Которое я открывал В прошлом видео Про него снимем отдельный ролик Как его делать Не используя при этом Дубовую бочку Расскажем в следующем видео Которое будет в этом плейлисте Про пиво варенье Всем пока Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Дизлайки Кому не нравится Будем рады Вашим комментариям Пивовары У нас всегда в почете Всем спасибо за просмотр Всем пока Всем пока Еще раз Холодненькое Да? Вот оно когда в подполье стоит Оно прям такой температуры Как надо Оно и не супер холодное И не теплое Вот прям Да Когда оно стоит в холодильнике Оно тут холоднее Видимо холодильник все-таки Холоднее делает Не так приятно пить его Как это после подполья Расхвастался подпольем Вкуснятина Да? Да Сейчас жена будет пьяная Будет добрая На пельмени тебе варить Вот раз не буду Ну ладно И без пельменей хорошо У меня вон сколько пива А сколько его в подполье У тебя там уже мало осталось Ну литров 250 есть Ну не тонна Не тонна Но 250 уже есть Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok